В Казахстане продолжается поэтапный переход к всеобщему декларированию. В этом году в нем принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги. Декларацию они должны предоставить в срок до 15 сентября. Как процедуру проходят североказахстанцы и куда обращаться за помощью узнавала Адилия Кушекова. Меньше полумесяца остается до сдачи декларации о доходах. Самые ответственные североказахстанцы проходят процедуру заранее. В этом году декларацию обязаны предоставить индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги. В ней они отображают все свои имеющиеся активы. Я, допустим, подавала форму 250-й впервые. Вначале я все просмотрела, все вопросы, познакомилась с правилами заполнения декларации, неоднократно прослушивала вебинары, где там конкретно уже, чтобы не ошибиться. И я заполняла форму 250-ю в кабинете налогоплательщика. Я, допустим, когда познакомилась со всеми правилами, если есть зарубежные счета, все это у меня были документы на это, криптовалюту, все это я отразила, поэтому для меня не составило сложности. Пришла, очень была удивлена, что все так быстро, все супер. То есть буквально две минутки и все мне сделали. Форму 270, вообще спасибо, очень приятно. Добрый день, декларацию мы сдали по 250-й форме за 23-й год, всего за минуту. Все очень быстро, слажено, Алла очень хорошо помогает. Все четко, оперативно, гладко. Обеспечение прозрачности доходов и имущества, борьба с теневой экономикой и коррупцией. Главные цели внедрения всеобщего декларирования. За период с 2021 по 2023 годы им охватили 95 тысяч североказахстанцев. В этом году войдут еще 60 тысяч жителей нашего региона. С целью недопущения большого скопления декларантов в территориальных органах государственных доходов в последние дни наступления срока сдачи, просим сдать декларацию заблаговременно. Кроме того, в настоящее время для удобства декларантов в торговом центре «Достыкмол» работает конституционный центр по сдаче формы 250-й, а также 270-й, где специалистами департамента оказывается практическая помощь по заполнению и отправке декларации. Для удобства предусмотрены способы сдачи и в электронном виде. А именно в кабинете налогоплательщика на портале электронного правительства в мобильных приложениях «Есалык Азамат Егов Мобайл» и в мобильных приложениях банков второго уровня. По вопросам налогоплательщики могут обратиться в единый контакт-центр по номеру 1414. Адилия Кушекова, Куанар Абдрахманов, Служба новостей.